Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Натальи Бабушкина в этом выпуске. В Сургутском районе действует 7 лесных пожаров. Основные очаги возгорания зафиксированы в лесничествах вблизи Ультьягуна, Лентора и Угута. В целом в Югре только за одни минувшие сутки зарегистрировано более 50 пожаров. Спасатели ликвидировали меньше половины. Леса продолжают гореть на площади около полутора тысяч гектаров. Напомним, в конце прошлой недели в четырех муниципальных образованиях округа, в том числе в Сургутском районе, был введен режим чрезвычайной ситуации. Он подразумевает запрет на посещение лесов, разжигание костров и проведение пожароопасных работ в лесах. Угрозы населенным пунктам нет. В этом году на основе прошлого опыта негативного, что мы с трудом справлялись с ситуацией, увеличили штаты, поведа с охраной, ПХС увеличили. И вот сейчас у нас работает территория района, профессионалы будем говорить, 141 человек. В целом на тушении пожаров в округе задействованы более 700 человек, 4 пожарных машины, 5 бульдозеров и 19 самолетов. Пока об опасности населенным пунктам речи не идет. В связи с этим принято решение не привлекать добровольные пожарные дружины. По предварительным данным, режим ЧС в Сургутском районе будет действовать еще как минимум 10 дней. Специалисты отмечают, по большей части возгорания в лесах происходят не по вине людей. Что подтверждается и грузы деленгации, которые фиксируют молниевые разряды, также они фиксируют термоточки. И при получении данной информации летчик-наблюдатель по данным координатам проходит и, грубо скажем, обнаружает или подтверждает эту термоточку, или не подтверждает эту термоточку. По степени удаленности от населенных пунктов нет пожаров, то это явно природный характер. Рос лесход сомневается в реальности тех цифр, которые предоставляют югорские спасатели по числу лесных пожаров. На официальном сайте ведомства сообщается, что информация о масштабах стихии, которую передают диспетчеры, значительно меньше показаний системы дистанционного мониторинга. По сомнению поставлены данные Югры, Ямала, Якутии и Красноярского края. Так, расхождение по нашему округу составляет более 41 тысячи гектаров леса. Сургутские власти подвели итоги экономического развития города за полгода. Как и предполагалось, сюрпризов проведенный анализ не приподнес. Обстановка остается стабильной. И это несмотря на то, что дефицит бюджета составляет 3 миллиарда рублей. Рамиль Нуреев узнавал, есть ли повод для беспокойства. Крупнейший экономический и логистический центр Югры Сургут продолжает динамично развиваться. Об этом краснолечиво говорят показатели, итоги которых в администрации города подвели за 6 месяцев текущего года. И несмотря на то, что расходы бюджета в настоящее время превышают доходы, волноваться, по словам чиновников, оснований нет. Разницу предполагают покрыть траншами из окружной казны. Чем больше у нас дефицит и чем качественнее он исполняется, ну по сути тем лучше для города, потому что расходы мы планируем, так сказать, заранее. Поэтому 18 миллиардов доходов и 21 миллиард расходов, это как раз таки этим и объясняется, что у нас есть средства, которые мы планируем. В целом состояние сургутской экономики оценивают как стабильное. Это характеризует и деятельность городообразующих предприятий и основные показатели, такие как, к примеру, уровень средней заработной платы, которая на данный период времени превышает 60 тысяч рублей. Доходы на душу населения и различные социальные нормативы. Из положительных моментов отмечают и увеличение торговых площадей в городе. Их рост составил почти 60%. Это повлекло не только расширение ассортимента по товарам, не только принципиальное улучшение качества обслуживания, которые несут на сегодняшний момент нам и бренды, и федеральные сети, но и в том числе повлекло существенное развитие малого и среднего бизнеса. Создание благодатной почвы для развития предпринимательства в городе одно из приоритетных направлений деятельности как муниципальных властей, так и руководства округа. В регионе действуют различные программы, реализуются проекты по субсидированию частных компаний, возмещению затрат и прочее. И в целом это дает результаты. Только в прошлом году доходы сургутской казны за счет налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса превысили 1 миллиард рублей чистой прибыли. Сегодня бюджеты муниципальные во многом зависят от тех налогов, которые непосредственно зарабатываются здесь, непосредственно перечисляются в бюджет местный, я имею в виду. И это как раз таки и социальная политика, и наши детские сады, и наше образование, и много других направлений, которые завязаны, которые будут развиваться благодаря той доходной части бюджета, которая будет собрана от предпринимательских субъектов. Развитие города как мощного логистического субъекта, с одной стороны, придает ему инвестиционную привлекательность, но с другой стороны, обнажает одну из проблем, которые не на шутку озадачены местные власти. Крупный транспортный узел требует колоссальных денежных вливаний, и не только. Безусловно, требует дополнительной проходимости, безусловно, требует дополнительных вложений в инфраструктуру. Уровень наших претензий, в первую очередь, граждан к транспортной сети достаточно высокий. Это, наверное, правильно, но это и требует серьезных вложений в это дело. Специалисты утверждают, сейчас необходимо сохранить темпы развития экономики, которые в Сургуте есть сегодня. А их будущее закрепить в стратегии города, причем не на 5 или 10 лет, а как минимум до 2030 года. Рамель Нуреев, Андрей Глученко, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пассажирки вылетели из автомобиля на проезжую часть. Молодой человек скончался на месте. За жизнь одной из девушек врачи боролись около получаса, но безрезультатно. Вторую пассажирку в тяжелом состоянии доставили в травматологическую больницу. Как выяснилось позднее, автомобиль до столкновения пытались остановить сотрудники полиции. Однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Причину ДТП будут устанавливать следственные органы. Состояние водителя тоже мы не знаем. Личность не установлена. И также пассажиров. Документов не было. Документы были только на транспортные средства и полис страхования ОСАГО. Другие машины не пострадали. Был один в данный момент на участке дороги. Поэтому происшествие только с одной машиной. А в ночь субботы на воскресенье на улице Арофлотской Тойота Прада сбило пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Ведется следствие. На данном участке дороги у нас имеется подземный пешеходный переход. Но как показывает практика, почему-то пешеходы им не пользуются. И переходят дорогу, но все равно для этого месте. В целом эти выходные оказались богатыми на происшествия. Так еще одно крупное ДТП произошло по улице Энергетиков. В результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек. Сотрудники ГИБДД в данное время работают в усиленном варианте несения службы для того, чтобы стабилизировать обстановку. Дни аварийные, это у нас пятница, суббота, воскресенье. Ближайшие выходные личный состав уже переведен на усиленный вариант несения службы. Плотность снарядов будет увеличена, в том числе в местах предполагаемых для ДТП. Это у нас будет сдачных кооперативов, когда у нас водители в состоянии опьянения пытаются в ГИБДД ворваться в город. В последнее воскресенье июля традиционно отмечается День военно-морского флота. В Сургуте праздник, как и во всех городах страны, не остался незамеченным. Бывших моряков было видно издали и по тельняшкам, и андреевским флагам в руках. Вместе с мариманами по улицам прошлася и наша съемочная группа. Смотрю на тебя, сердцу радостно, больно, из каких мирозданий созвездий пришла. «Видно Богу, так было угодно, чтоб красотой Русь святая славилась, гордилась, жила». Не четыре, а пять бы лет Родине отдал. С таким теплом вспоминает свою службу любитель поэзии Владислав Домашов. Его мнение разделяют случайные прохожие. Долг Отечеству советуют отдать каждому мужчине. Неважно, сколько лет и в каких войсках, чтоб внуки потом гордились. «Заврилов Олег Михайлович, мой дедушка, заслужил четыре года на Кубе, вот в этом году, 10 мая, умер». «Он был веселый, очень вкусно готовил, очень красивые песни на гитаре играл. Мы его очень любили». Виновников торжества в городе в этот день сложно не заметить. Тельняшки надели не только сами служивые, но и их боевые подруги, и малыши. Такая у них обязанность любить моряка. «Очень ответственный и очень ветреный, как ветер в море. Очень сложно. Как вы с этим справляетесь?» «Тоже приходится становиться очень выдержанным и очень ответственным». «А еще нужно привыкнуть к специальному птичьему языку, который моряк приводит с флота». «Катя, а что такое баночка?» «Я не знаю». «А караси?» «Рыба». «У вас другой ответ?» «Да, у меня другой». «Стул и носки». «Обезко?» «Не знаю». «Без того же.» «Сегодня торжественно построились и торжественно приняли поздравления от Олега Михайловича Лапина, бывшие воины военно-морского флота. На мемориале у нас 100 человек присутствовало, те, которые у нас пришли почтить, возложили венки вечному огню, отдали честь памяти. И воинам-афганцам тоже самое прибыло у нас около 50 человек, которые также возложили цветы, поговорили, пообщались между собой». «Вечером патрулировали улицы дополнительно 100 полицейских. Это скорее профилактическая мера для охраны общественного порядка. Обычный день военно-морского флота в городе проходит без эксцессов. Тем более, что после праздника сразу идет понедельник. День тяжелый». «Ура!» Екатерина Любежева, Вячеслав Шарпунов. Сургут. Интерновости. «Чтобы выходные в Сургуте прошли как можно спокойнее, еще в пятницу вечером на мемориале славы состоялся общий развод наружных служб. Участвовали все подразделения. Патрульные постовые, ДПС, вневедомственная охрана, участковые, полномочные и дружинники. Всего порядка 100 человек. Проверили как форму, так и знания о полиции, наличие документов, порядок ношения оружия и прочее. Положительно оценили даже внешний вид собак кинологической службы». «Служба – это лицо. Лицо всей полиции. Как мы их отпустим на улицы города, так мы их и будем видеть». «Будущее за молодыми». В национальной культурной автономии представителей Республики Дагестан в Сургуте избрали нового председателя. Вагиф Абдулаев уже приступил к своим обязанностям и сформировал команду единомышленников. В планах у молодого лидера донести до своих земляков культуру и напомнить об исторических корнях и толерантности, а также создать положительный образ дагестанцев в городе и районе. Кроме этого, деятельность культурной автономии направлена на поддержку земляков. На базе общественного объединения уже организован своеобразный бизнес-клуб, призванный помочь устроиться на работу выходцам из Дагестана. Своей же главной задачей Вагиф Абдулаев считает разъяснительную работу. «И будем вести во всех направлениях работу. В первую очередь мы поставили задачу, это по сентябрю, проводить большие собрания, где будем собирать всех земляков дагестанцев. Именно то, что я говорил, чтобы не забыть нашу культуру и напомнить, где мы живем». Кто в компании «Сургутнефтегаз» рулит? В городообразующем предприятии состоялся конкурс водительского мастерства среди представителей различных структурных подразделений. Смотр провели в юбилейный 35-й раз. Чем управляет конкурсант на реальной работе, УАЗом, КАМАЗом или БелАЗом, здесь никого не интересует. Всех пересадили на Уралы, как и победителя прошлого конкурса Виталия Полякова. Несмотря на то, что на работе он за рулем легковушки, в конкурсе большегрузов он поднялся от своего подразделения до федерального уровня. В прошлом году был всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». На большегрузных автомобилях проходил в Татарстане. Занял третье призовое место. В этом году самое главное победить «ЗЕХ» – боевой настрой «Змейка». «Змейка» больше нравится. Потому что там можно полный газ выжить. В команде каждого подразделения три водителя и один слесарь по ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники. Всего более ста человек. Кроме участников, соревнования из года в год собирают все большее количество болельщиков. Для них мастера исполнили такие фигуры, как «Змейка», «Заезд в гараж», «Вождение за одним годом» и другие. Всего семь элементов. За ошибки и медлительность – штрафные баллы. За более качественное исполнение в короткий срок – поощрение. Они из года в год у нас практически одни и те же. Единственное, мы стараемся как-то разнообразить, меняем их очередность прохождения. Но в этом году ввели немножко новую фигуру «Крест». Это движение по кругу, но не просто ограничивают. Есть ограничители по ширине, то есть более усложнение, скажем так, этот элемент. Пока водители показывали класс на полигоне, слесари демонстрировали мастерство в душной палатке. В основе задания – разборка и сборка узлов агрегатов. В этот раз – это снятие и установка направляющей втулки стартера автомобиля. Лучшим слесарем по итогам конкурса признан Михаил Милютин из тресла «Сургутнефтиспецстрой». Не менее жарко в этот день было и в стане болельщиц. Ну-ка ты, моя метла, напугай соперника, чтоб он фишки подбивал и колечко потерял. У-у-у-у-у-у-у! Бабки-ёшки в жёлтых майках! Лучше нет команды нашей! Покажем снова супер-класс! Победа будет вся! Ура! Лучше солнца в этот день достались в полной мере всем, а вот лучше славы – нынешней страны. Мы определяем победителем в номинации лучшие по профессии и определяем лучшая команда. Причем у нас, учитывая то, что очень много и транспортных предприятий, и участников команд, все-таки водители это самая массовая профессия в Сургутской Фигазе, у нас даже разбиты команды на три группы. И победители будут безусловно в каждой своей группе. В командном первенстве не было равных Сургутскому УПНП и КРС. А в личном зачете лучшим нефтегазовским шумахером признан Петр Михайлов из того же подразделения. Победители наградили кубками и денежными призами. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Помочь бездомным их цель. Почти год назад в Сургуте группа активистов и волонтеров решила помогать животным без определенного места жительства. Постепенно неравнодушных горожан становилось больше, а в январе этого года общественное движение получило официальный статус. И определенные результаты уже есть. Подробнее Татьяна Расторгуева. Только за полгода активной деятельности общественного движения Дайлапу дом нашли 162 кошки, 252 котенка, 74 собаки и 63 щенка. Все животные обязательно пролечиваются, стерилизуются, вакцинируются. Однако пристроить пушистых и хвостатых удается далеко не всегда и сразу. А вот причину распространения бездомных кошек и собак волонтеры движения видят в самих сургутянах. Наряду с надуманными поводами отказа от четвероногих, как-то переезд, ремонт, рождение ребенка, есть и еще одна. Также еще одна причина – это безграничная любовь к котятам и щенкам. И абсолютная безграмотность людей по поводу чувства материнства у животных. Хотелось бы довести до жителей города, что у животных нет чувств. У них есть инстинкты размножения. Именно поэтому активисты движения призывают стерилизовать домашних любимцев. А сами волонтеры не откажутся от помощи по уходу за питомцами. Тем более, что таковая нужна постоянно. Ежедневно собаке съедают 37 килограмм корма. Это в среднем разделено на всех. И в месяц это уже 1110 килограмм корма. Движение катастрофически нуждается в кормах, потому что корма периодически не хватает. Мы объявляем сбор средств на корм. Жители города жертвуют корм для собак, для кошек. Этим мы и живем. Помочь движению можно, став волонтером горячей линии, передержки, перевозки, проводимых акций и мероприятий. К слову, передержка – один из самых сложных этапов – результат работы всей команды. Горячая линия заводит куратору по перевозкам. Куратор перевозок начинает искать срочно человека, который может приехать и оценить ситуацию с машиной. Если животное травмировано, его везут в ветеринарку. В ветеринарной клинике там уже врачи, профессионалы смотрят. Если необходимо лечение, оказывают какое-то лечение. Сейчас на попечении движения находится порядка 250 животных, которые ждут постоянных хозяев. И от каждого из нас зависит, обретут ли они дом. Татьяна Расторгуева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. На этом пока все. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бульвар Свобода 4. Напротив Дворца Торжеств. Ежедневно с 10 до 20 часов. Огромный выбор ювелирных изделий по демократичным ценам. Кольца, серьги, цепи, браслеты современного дизайна. Обручальные кольца из белого, желтого, красного золота с бриллиантами и фианитами. Еженедельное обновление ассортимента. Широкий выбор золотых и серебряных часов завода Ника. При покупке часов жемчужное ожерелье в подарок. Магазин «Российское золото». Подрастаешь понемножку, заходи к нам в Капитошку. Здесь играют и поют, дружно, весело живут. И ребенок каждый знает, здесь в обиду не дадут. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок. Как раньше, только мясо. Монгольская тушенка – только мясо. Натуральный продукт. И о погоде на 30 июля. В студии Карина Навальнила. Здравствуйте. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Новая модель рулонных «Жалюзи» «Зебра». Ознакомиться с образцами и получить консультации специалистов можно по адресу улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Во вторник на большей части Западной Сибири ожидается ясная и солнечная погода. И только в восточных и центральных районах Югры облачно и дождливо. Ночью в Сыргуде и окрестностях малооблачно без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14-17 градусов. Утром переменная облачность без осадков. Наступила термометра в 17-20 градусов выше нуля. Днем облачно с просеянием и местами возможен кратковременный дождь. Исключено гроза. Ветер северный 3,8 метра в секунду. При грозе пары листей. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. В течение дня солнечная активность и геомагнитное поле спокойны. Атмосферное давление будет меняться мало и составить 753 миллиметра ртутного столба. До конца июля обувь из медней коллекции заповцаны. Фабрика Комфорта оснастила свое производство по изготовлению мебели в Сургуте в самом современном оборудовании. Низкие цены и сроки исполнения делают наша мебель максимально доступны для каждого при неизменно высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебели в выставочных залах торговых центров Вега, Магаз и в ваших домах. Открылся новый салон Фабрика Комфорта в торговом центре Вега. Проспект Ленина, 71, 2 этаж. Телефон 950-850. Я желаю вам удачного дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова